В этом видео я вам покажу 7 секретов, которые мало кто использует, чтобы их чат GPT становился намного мощнее и работал круче. Привет, меня зовут Игорь Зугевич, и моя основная задача это показать вам, как мы можем использовать нейросети и искусственный интеллект для того, чтобы упростить свою жизнь. То есть, как мы можем делегировать какие-то рутинные задачи в маркетинге, в бизнесе, в предпринимательстве, во фрилансе, искусственному интеллекту и экономить на этом огромное количество времени и денег. В этом же видео мы с вами поговорим о секретах, которые есть в чат GPT, которые не используют, наверное, 99% пользователей. И первый секрет это пользовательские инструкции. Я уверен, что 99% людей вообще не используют пользовательские инструкции, потому что кажется, что их сложно забивать. И кажется, что они никак не влияют на те ответы, которые, соответственно, дает чат GPT. Я понимаю, что иногда удобнее использовать те же плагины, либо GPT агентов, но чтобы сделать чат GPT, чтобы сделать данный ответ именно максимально удобный и подходящий вам, я бы все же рекомендовал вам использовать пользовательские инструкции. Значит, где находятся те самые пользовательские инструкции от чат GPT? Для этого нам необходимо зайти в раздел нашего аккаунта, и здесь есть так называемые пользовательские инструкции. Сюда мы должны ввести два раздела. То есть первый раздел это что бы мы хотели, чтобы чат GPT знал о нас. И второй для правильных ответов. И второй, что бы мы хотели, чтобы чат GPT, каким образом мы бы хотели, чтобы чат GPT отвечал нам. И, соответственно, вот эти вот два раздела, они непрерывно связаны между собой. Здесь есть ограничение по 1500 символов, есть ограничение по 1500 символов. И сюда нам необходимо забивать наши данные. Но многие ленятся, потому что, ну, реально полторы тысячи символов взять и забить туда достаточно сложно. Что в первый раздел, что во второй раздел. И постоянно их менять. У меня есть специальный телеграм-канал, где мы собрали, соответственно, вот эти вот все пользовательские инструкции, которые помогают чат GPT быть намного умней и отвечать более точно. То есть так, как необходимо нам. Все пользовательские инструкции, они разбиты на специализацию. То есть есть маркетинг, есть бизнес, есть копирайтинг, есть там другие разные разделы. Есть разделы по аналитике. И, соответственно, здесь мы собрали больше 200 с чем-то пользовательских инструкций, которые упрощают жизнь. То есть что мы делаем? Нам необходима, например, пользовательская инструкция для написания какой-то статей, посвященной, например, еде и напиткам. Соответственно, у нас есть Food and Drink Writer. То есть человек, который пишет, занимает специализацию именно написанием статей под ПУРО, еду и напитки. Либо нам необходим спортивный журналист. То есть мы берем Sports Writer, то есть человек, который пишет про Sports, и в него вставляем эти пользовательские инструкции. Ничего сложного нет. Мы просто копируем с нашего Telegram чата, переходим в чат GPT, в пользовательские инструкции и сюда добавляем нашу инструкцию. И вторую часть, как бы мы хотели, чтобы чат GPT отвечал. Ребят, все ссылки, которые я использую в своих видео, всегда есть в моем Telegram канале. Обязательно переходите в разделе «Описание», ссылка на Telegram канал, переходите в Telegram канал и конкретному видео всегда есть ссылка и подробное описание. Ну и, конечно, подпишитесь на Telegram канал, там очень много выходит пользы про искусственный интеллект и как его использовать в маркетинге в личной жизни. И сюда вставляем, соответственно, вторую часть. После того, как мы ставили эти две части, наш чат GPT уже будет понимать, о чем идет речь и в каком контексте, соответственно, ввести с нами разговор. И таких пользовательских инструкций у нас большое количество. То есть чат GPT может быть нутрициологом, может быть специалистом по спортивному питанию, может быть блогером, может писать какие-то смешные рассказы, может писать шутки там для комиков, может быть биографистом, то есть человек, который пишет какую-то биографию или SEO-специалистом. То есть у нас огромное количество, огромная база этих пользовательских инструкций для e-mail, для YouTube, для социальных сетей. И все эти пользовательские инструкции, соответственно, есть в нашем чате. Как попасть в чат, есть ссылка под этим видео. Переходите в телеграм-канал, там все подробности о том, как, соответственно, попасть в наш чат. И именно эти пользовательские инструкции позволяют получать наиболее точные и крутые ответы от чат GPT. Я им постоянно пользуюсь. Второй секрет, который мало кто использует, это уточнение деталей. То есть мало того, что мы можем найти какой-то промпт и использовать этот промпт в запросе для чат GPT, важно показывать, какие детали нам нужны. Например, если мы пишем пост для инсты, либо для телеграм, то нам, возможно, важен заголовок. То есть мы говорим ему, что необходимо написать заголовок к этому посту. Когда мы пишем, например, делаем SEO-описание для своего YouTube-ролика, то мы пишем, например, что нам необходимы хэштеги к этому ролику. Соответственно, он нам делает, подбирает хэштеги к этому ролику. Когда мы пишем, например, статью для нашего блога, мы ему уточняем, что нам необходимы заголовки, подзаголовки для этого ролика. Когда мы пишем, готовим текст для слайдов, мы делаем ему запрос, что нам необходимо сделать по слайдово, разбить эту тему. То есть мы уточняем и говорим ему конкретную задачу. Например, сделай заголовки к этому тексту, либо подбери хэштеги к этому тексту, либо проанализируй полностью файл, который я в тебя выгрузил. Потому что такое бывает часто, что, например, я выгружаю субтитры для того, чтобы подобрать ключевые слова для своего видео, описание для своего видео, заголовки, какие он мне порекомендует, текст для обложек, хэштеги. Все это он делает по выгрузке моих субтитров. И я замечаю такую штуку, что когда ему говоришь просто проанализирую мой файл, то он просто анализирует твой файл. Когда ты ему говоришь полностью проанализирую мой файл, он делает полный анализ твоего файла. Когда же ему говоришь просто, да, он просто посмотрит там первые две строки и скажет, ой, я знаю, я примерно понимаю, о чем идет речь. То есть необходимо точно уточнять детали, которые вы хотите получить. Если он пишет, что вот из первых строк видно, что обсуждается платная и бесплатная версия чат GPT, хотя видео совершенно не об этом. Там просто в первых строках об этом было указано. После этого я говорю, что слушай, да, речь идет не про это, проанализируй полностью этот файл и посмотри весь текст к видео. И только после этого он мне начинает давать тот ответ, который меня устраивает и тот ответ, который, по моему мнению, соответственно, верный. Поэтому важно уточнять детали. То есть если нам нужны подзаголовки, заголовки, мы ему до этого и говорим, что в тексте должны быть подзаголовки, заголовки, в тексте должны быть цифры, в тексте должны быть разделения на слайды. Нужно проанализировать полностью. Это второй секрет, где мы должны давать какие-то конкретные детали для чат GPT. Третий секрет это плагины. Сейчас я вижу, что все начинают использовать GPT агентов и немножко позабыли про плагины. Хотя плагины являются одним из сильнейших на сегодняшний день инструментов, которые существуют. Соответственно, я использую огромное количество плагинов для своей работы. Но самый, наверное, один из самых часто мною используемых это плагин про диаграммы. Я уже показывал, что мы можем делать различные диаграммы, блок-схемы непосредственно в чат GPT. Добавлять в них дополнительные элементы. Обязательно посмотрите подробное об этом видео. И плагины позволяют нам в рамках одного окна очень точно получать ответы о чат GPT. Плагины по Excel, по расшифровке PDF файлов, хотя он сейчас не нужен. Плагин iDiagrams для того, чтобы создавать блок-схемы, мэдмэп-карты при использовании чат GPT. Плагин по работе с Google таблицами, когда мы можем выгружать какие-то Google таблицы и анализировать данные в этих таблицах. То есть вытаскивать какие-то нужные нам ячейки, делать какой-то анализ. Например, вот я видел видео, там парень просто загрузил огромный Excel файл и с помощью плагина в этом файле он находил нужную информацию. Например, в файле были в различных ячейках сформированы данные о том, сколько там мужчин, сколько женщин, какого они среднего возраста. И чтобы не проводить самому весь этот анализ, он загрузил этот плагин, этот файл Excel в чат GPT. И он ему точно написал, сколько женщин, сколько мужчин, какого они возраста. То есть сделал полный анализ этого файла. Поэтому плагины, многие сейчас про них начинают забывать, но они круто работают. Плагин по фитнесу. То есть я заранее спросил, что мне нужно сделать для того, чтобы прокачать там боковые мышцы, либо косые мышцы пресса. И он мне тут же рассказал, какие упражнения необходимо делать. И кроме этого, то есть это все работает плагин PlanFit. И после этого он мне скинул видеоинструкции о том, как эти упражнения правильно выполняются. То есть это очень удобно. Поэтому не стоит недооценивать плагины, хотя и появились GPT-агенты, но плагины все еще могут нам помогать работать с GPT. Четвертый секрет, который также мало кто использует, это так называемое использование аналогий. То есть когда мы хотим запомнить какую-то сложную информацию, мы просим чат GPT создать нам аналогию. И для лучшего запоминания той или иной информации. Мне кажется, что это отличный инструмент для тех, кто выступает на каких-то мероприятиях. То есть вам необходимо рассказать простым языком какие-то сложные предметы. Вы можете привести пример заранее, попросив чат GPT создать вам аналогию для вашего следующего выступления. Значит, как это делать? Самый простой запрос, который мало кто понимает, что такое система обратного осмоса. И соответственно нам чат GPT начинает не то что научно, но более-менее понятно рассказывать. Но это достаточно сложно запомнить, если вы не являетесь специалистом в этой области. И тогда мы что ему делаем? Мы просим его привести аналогии для лучшего запоминания этой информации. И он нам приводит конкретный пример, конкретную аналогию для того, чтобы нам было проще все это запомнить и не пытаться вспомнить, что он нам изначально говорил. Смотрите, например, вот я ему задал вопрос, что такое система обратного осмоса. И он начал мне рассказывать, что это предварительная фильтрация. Вода сначала проходит через один или несколько предварительных фильтров для удаления крупных частиц, таких как песок, грязь и другие осадки. И в качестве аналогии он мне сказал, что это как проверка приглашений на входе. Проводник сначала убирает тех, кто явно не соответствует стандартам клуба, большие частицы, грязь и мусор как фильтрации. То есть аналогия, которая понятным языком можно объяснить какие-то сложные вещи. В данном случае я с помощью аналогии пытался объяснить систему обратного осмоса. Вы можете с помощью аналогии объяснять любые предметы. Математику, физику, химию, да что угодно. Следующий секрет использования чат GPT, это когда мы с помощью чат GPT можем задавать одни запросы, то есть решать одну проблему, а дальше с помощью следующего запроса решать следующую проблему. Как это выглядит? Например, мы хотим узнать 10 интересных фактов об искусственном интеллекте. Соответственно, сейчас нам чат GPT будет выдавать информацию про 10 интересных фактов об искусственном интеллекте. Что мы можем? Мы можем как бы ознакомиться с этой информацией, посмотреть на нее, но мы можем решить следующую проблему. Например, нам не просто нужно узнать 10 интересных фактов об искусственном интеллекте. Например, для презентации визуализировать эти факты. Мы можем сказать чат GPT, построй визуализацию по каждому из этих пунктов. И он нам тут же сгенерирует изображение по каждому из этих фактов. Либо мы можем попросить его подготовить текст для слайдов по каждому из этих фактов. То есть мы решаем какую-то одну задачу, мы узнаем, ищем какую-то одну информацию и решаем с этой информацией следующую задачу, следующую проблему. Вот. По первой задаче, например, для того, чтобы мне показывать там все 10 пунктов, я ему задаю конкретный вопрос. По первому факту построю изображение для слайд-шоу или презентации. Первый факт — это раннее начало. Первые идеи об искусственном интеллекте возникли еще в древнегреческих мифах. Автоматы, описанные в этих мифах, можно считать примитивным представлением искусственного интеллекта. Соответственно, если бы мы начали в каких-то фотостоках искать какое-то изображение, которое бы подробно показало этот момент, мы бы, скорее всего, не нашли, либо нашли бы что-то неинтересное. Но здесь он нам показал, что с помощью изображения, то есть, как говорится, да, одно изображение, лучше там тысячи различных слов, с помощью изображения он показал этот факт об искусственном интеллекте. Мы создаем презентацию, например, и мы по каждому из пунктов будем делать с его помощью такие изображения. То есть, мы не ищем изображения в интернете. Он нам генерирует это изображение, исходя из того факта, который мы привели. Либо, хотя промт у меня сейчас корявенький, потому что я тороплюсь это все сделать. По первому факту создать текст для слайда для PowerPoint-презентации. И он нам тут же создает текст для слайда для PowerPoint-презентации, который мы просто берем, копируем в PowerPoint-презентацию, загружаем туда изображение. Посмотрите, у меня есть отдельное подробное видео о том, как подключить чат GPT к PowerPoint-у. И там мы подробно этим, соответственно, за ними занимались. И мы этот факт можем уже вставить в презентацию, добавить изображение. У нас готова презентация буквально за несколько секунд, а не часов. Следующий секрет, который мало кто использует, это анализ изображений. То есть, я уже как-то записывал подробное видео о том, как мы брали скриншоты с телеграм, рекламных объявлений телеграм. Соответственно, вставляли их в чат GPT. И чат GPT рассказывал, как эти рекламные креативы можно улучшить. То есть, он смотрел на визуальную часть, на то количество символов, которые есть в этом рекламном объявлении, на кнопку призыва действия, смотрел на то, куда ведет это рекламное объявление. То есть, мы ему рассказывали, куда это ведет. И, соответственно, по одному изображению он делал нам полный анализ нашей рекламной кампании. Сейчас все свои рекламные кампании, которые у меня запущены в Телеграм, либо в Яндекс.Директ, я анализирую с помощью чат GPT. Но кроме рекламных кампаний мы можем анализировать сайт. Мы можем зайти, например, на свой любой сайт и узнать, что в этом сайте не так, что не так с этой продающей страницей, почему она не конвертит, почему люди не оставляют там свои e-mail, какие-то контактные данные. Соответственно, мы можем перейти на любую страницу нашего сайта, сделать скриншот этой страницы, отправить чат GPT и сказать, что здесь не так, что бы ты улучшил для увеличения конверсии на этой странице сайта. Поэтому изображение мы можем скидывать чат GPT на прямую изображение, и он будет по изображению понимать, что мы от него хотим. Тоже очень удобно. Ну и последний, седьмой эффект – это так называемый комплекс. То есть, мы можем делать различные связки через чат GPT. Например, мы можем создать пользовательскую инструкцию для чат GPT, я это показывал в своем первом секрете. И мы можем использовать GPT-агентов, либо мы можем с пользовательскими инструкциями использовать плагины, либо мы можем использовать с пользовательскими инструкциями каких-то сторонних GPT-агентов. Что это дает? Это дает, например, при работе с GPT-агентами, я в последнее время так и использую. То есть у меня есть агент, который пишет мне SEO-тексты для моих YouTube роликов, для продвижения этих роликов. И что я делаю? Я делаю пользовательскую инструкцию отдельную для того, чтобы он лучше делал SEO-инструкцию. И в этой пользовательской инструкции он играет роль именно SEO-специалиста. И таким образом мои описания к видео, они становятся лучше. Он лучше подбирает хэштеги, он лучше подбирает низкочастотно, высокочастотно, среднечастотные ключевые слова. Он все это делает лучше за счет того, что у него есть... Он становится в разы мощнее за счет того, что у него есть пользовательские инструкции, за счет того, что у него есть GPT-агент, который заточен под написание каких-то конкретных сценариев. И их симбиоз, как бы их связь делает все намного сильнее. То же самое, если у вас есть пользовательские инструкции, добавьте к ним плагины и вы удивитесь, что ответ, каким образом ответ будет отличаться и каким образом он будет намного сильнее, чем обычное использование плагинов, либо обычное использование пользовательских инструкций. На этом все. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно поставьте «мне нравится» под этим видео. Напишите комментарий. Комментарий реально помогает к продвижению видео. С вами был Григорий Зуевич. Пока.